Да здравствует баскетбольный понедельник, за окном которого наконец-то практически сошел снег, отчего мое настроение лично повышается как никогда. Я надеюсь, у вас происходит ровно то же самое, и мы наконец-таки скоро все вместе глобально откроем баскетбольный уличный сезон. А пока этого не произошло, всем привет, бойлеры, это традиционный обзор баскетбольной недели в NBA, и погнали его смотреть. Итак, с чего же мы начинаем сегодня? С команд, которые давненько не мелькали в наших выпусках, с Хьюстона и Атланты. Два этих коллектива 19-го числа встречались в битве между собой на домашнем паркете Атланты, и я, наверное, слегка переборщил, назвав это сходу прям-таки битвой. Не, она была. Периода тогда третьего, пока, в принципе, у Янга запал был и с прицелом было все вроде бы в порядке, Хокс выглядели в этот момент командой, способной на многое, даже против такого коллектива, как Рокетс. Что, кстати, по аналогии с тем же Далласом и Дончичем, мы можем сказать, что прямо сейчас Троянг это тот игрок, от действия которого зависит результат целого коллектива. И если он при этом ловит кураж, то начиная от дальних и заканчивая проходами, остановить его становится очень проблематично, прям вот очень. Что меня по-настоящему только восхищает. У Рокетс же было все понакатанной, борода много бросал, залезал в проходы и реализовал с процентом 91,7 свои броски с линии, 11 из 12, если что. Пока что это его еще один алтимейт-прием, благодаря которому игра Джеймса Хардена превращается в угрозу просто отовсюду, и не только из-за дуги. Как итог, естественно, уверенная победа Хьюстона, а вот что начало происходить дальше, вот это был прям настоящий разрыв. Начну опять с Атланты. Матч против Джаз, на тот момент уже потерявший все шансы на выход в ПО Атланта, вновь дома принимала у себя гостей. На этот раз в виде Юты. И что вы думаете в этом матче произошло? Может быть Атланта решила сдаться и спокойно уйти на покой? Или, может быть, играть с резервами? Нет. Хоукс бились так, как будто это был их последний матч какого-нибудь первого или второго раунда плей-офф. Всю игру начиная с первых минут качели. И поочередно то усилиями Митчелла, то Янга команды вырывались вперед. Где уступать вообще никто не собирался. Да, конечно, все это местами напоминало сугубо атакующий баскет без какой-либо защиты или намека на нее. Но, что удивительно, из-за напора коллективов и скорости игра смотрелась ничуть не хуже, а даже лучше. В общем, в итоге все само собой свелось к нереально горячей концовке, которую фактически в одного придумал Митчелл, забив проходит двушку за 9 секунд до конца. Затем, правда, последовала ответка от Атланты, счет стал 114-117, и далее происходит следующее. Корвер зарабатывает фолл, получив мяч, заставляя на себе свалить старину Винсов. Встает на линию и мажет оба. Корвер. Вот чего-чего, а такого я от него явно не ожидал. Но это еще не все. Еще больше драматизма игре добавил подобравший мяч Митчелл, который трешку, к сожалению, забить не сумел, а так бы матч получился еще интереснее. И мы бы перешли с вами в овертайм. Но по итогу Атланта выгрызает себе победу. Че могу сказать? Красавцы. Кстати говоря, помните, в прошлом новостном я в конце упомянул, что мартовское безумие уже стартануло. Так вот, сегодня, например, там бились универ Флориды и Дьюка, который в конце чуть было не отправился на отдых вместе со своим суперсоставом в виде Зайана, Берета, Рэдиша и прочих. В общем, битва Зайана Уильямсона против Громилы Така Фола ростом 231 сантиметр, это было нечто. Поэтому, бойлеры, я вам советую приступить к просмотру чемпа NCAA прямо сейчас. Тем более, что это можно без проблем сделать благодаря сервису WePlay. WePlay это в прямом смысле ваш тиммейт по части просмотра трансляций как матчей Безумие, так и NBA. Без каких-либо проблем с поисками игр, нашими профессиональными комментаторами, аналитическими шоу и еще кучей баскетбольного контента. Также, помимо баскетбола и спорта вообще, вы можете посмотреть и кино, и сериалы, и ТВ, что на мой взгляд делает WePlay просто универсальным суперсервисом, пользоваться которым реально одно удовольствие. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылочкам в описании, качайте приложение и оставайтесь на прямой связи с паркетами NBA и NCAA 24 на 7. Кстати, если нужен отдельный выпуск по Безумию, то дайте мне знать плюсиком в комментариях, и я обязательно сделаю посвященный этой теме ролик. Дальше больше, игра против Филадельфии, где 76-е получили максимально по заслугам. Во-первых, лично меня с самых первых минут игры не покидало чувство того, что Филадельфия играет как-то в полсилы, где темп игры был явно ниже, чем обычно, и неподготовленные броски присутствовали, и потери нелепые тоже совершались, и проблемы с защитой-ленью, особенно у батлеров, глаза тоже бросались, и не хуже, чем у Леброна образца этого сезона. Хотя, конечно, с другой стороны, тоже понятно, сейчас у всех команд, которые железобетонно обеспечили себе выход в ПО, будет происходить подобное. Я имею в виду вот такие вот спады, и вполне возможно, что это даже часть какого-то плана по выстраиванию или предугадыванию себе сетки плей-офф. Но так или иначе, вновь Тройянку, которого включился режим без тормозов, был просто великолепен. Джимбо после размена не выбегает на подстраховку, ловит треху. Держит на прямых, Янка обязательно рвет дистанцию или ледит в проход. Но даже несмотря на то, что последнюю защиту Батлера против Янка плохой уж прям-таки назвать нельзя, рук ему все равно не хватило. И благодаря чему Трей красивым флоттером поставил точку, оформив для команды вторую победу к ряду. Также еще стоит сказать, что в этом матче Бобан Марьянович дал первую трешку в своей карьере в NBA, с чем я его искренне поздравляю. Теперь осталось больше никогда не бросать трехочковый и оставить эту статистику, равную 100%. Теперь переходим к Хьюстону. Ночь 20 марта для меня стала сеансом небольшой, но все же шоковой терапии. Сразу же по нескольким причинам. Во-первых, Кэвс. Они обыграли Милоки. Да, вполне закономерно, у Оленей отсутствовал Янис, Девинченца, Хилл и Браун. Да, собственно, и особого смысла рубиться никакого не было. Все-таки Милоки первые обеспечили себе выход в плей-офф. Можно немного и отдохнуть, и поиграть резервами. Поэтому могу сказать, что результат был предсказуем. Но если вы не следили, например, за командами, что в них происходило до этого, то по части тайтла смотрелось это, ну, необычно. Затем Мэмфис и Рокис. Честно, я игру прям вот смотрел до половины. Затем после увиденного в прямом смысле разноса краски в одного от Валенчунаса звук был у меня убавлен до 15%, а видео я и вовсе куда-то скрыл. Но середина четвертой четверти звук комментаторских возгласов заставил меня сначала прислушаться, а затем и вовсе вернуться к просмотру, так как там начало происходить вообще что-то непонятное. Ведя в счете практически всю игру около плюс 10, медведи неожиданно решили отдаться ракетам. Где, само собой, почуявший запах хреновой защиты и крови Харден решил перевернуть игру и практически сделал это. Я не знаю на самом деле, как ему это удается, но он своими трехами и стопроцентной реализацией с линии способен единолично забирать целые игры. Конечно, не обошлось без поддержки важнейших трешек от Такера, Пола и Грина, но Бородач это настоящий убийца. По итогу концовка основного времени свелась в какую-то игру один на один Конли и Джеймса, где второй тремя из трех со штрафной, опять с нее, перевел игру в овертайм. А там, конечно, был Делон Райт, который, хо-хо-хо, чуть было не привез проблемой себе и своей команде, но благо, что Валенчунос вновь там решил разойтись, растолкался к краске, заработал два броска за одну сотую до конца и, забив всего лишь один, в принципе, смог обеспечить домашнюю победу для Мемфиса. Матч, на мой взгляд, получился очень достойным. По части Хардена стоит сказать, что он для себя забил стандартненькие такие 57 очков, плюс 7 рэбов и 8 ассистов и отправился дальше принимать гостей из Спёрс. Где, естественно, и снова он феерил как никогда. Чтоб вы понимали просто, что происходило в той игре, достаточно посмотреть на статистику, увидеть там 61 очко, посмотреть сколько и откуда Харден набирал эти самые поинты и согласиться с тем, что сейчас Бородача тормознуть может только Майк Дэнтони, усадив его на банку, это его же слова. В остальном же это близко к запоминанию числа Пит целиком. Если он не лупит тебе в лобешник через руки, он обязательно пуляет лонг. Или еще хуже лезет в проход, где почти на 100% зарабатывает допы. Так или иначе, пока Хардена никто не возьмет образцового по защите, он и будет продолжать делать подобное. Касаемо же игры, переломный момент, на мой взгляд, случился, когда Форбс с Руди не разобрались, кто же все-таки будет держать Хардена в ответственный момент, а тот, естественно, недолго думая, пульнул им из-за дуги. Чем морально и надломил, в принципе, команду Поповича, что так усердно набирало каждое очко в каждом своем владении. Концовка же традиционно свелась к тому, что герой матча самолично все сделал, спровоцировав еще сильнее. Разговоры о титуле MVP повторив личную ачивку в 61 поинт и теории о том, что если оставшиеся матчи он продолжит валить по 8-9 трех за игру, то ему вполне по зубам покорить рекорд Стефана Карри, который забил 402 трехи за сезон. Сейчас, если что, у Джеймса Хардена 334, поэтому шансы очень даже есть. Кстати, а как считаете вы, достойны ли бородачи MVP в этом сезоне и сможет ли ему, к примеру, покориться рекорд Стефана Карри? Пишите свои варианты и мнения об этом в комментариях. Далее идет команда, которая была в наших обзорах, а точнее не была очень давно. Ребят, кто болеет за шпор, прошу прощения, что так долго ничего про них не говорил. Согласен полностью с вашими замечаниями по части незаслуженного их неупоминания, поэтому сегодня исправляюсь. Пока я, в общем-то, две недели технично и методично не обращал внимания на подопечных поповичей, те, мало того, что железобетонно успели закрепиться на восьмом месте западной конфы, обеспечивая себе стопроцентное участие в играх на выбывание, да, к сожалению, для королей в этом сезоне уже практически все решено. Так они еще и винстрайк из восьми матчей оформили, вынося вперед ногами Милоки, Денвер, ГСВ, Портланд, Оклу, доказывая тем самым в каждой игре, что система Грега, выстроенная на бросках каких угодно, но только не с дальней работы. Вообще, конечно, поразительно то, что, во-первых, с сезона 97-98, того самого, когда попович и возглавил сперс, он не пропустил ни одного плей-офф. И этот сезон, опять же, не становится исключением. Во-вторых, формат выстраивания игры и тактики. Он практически не претерпел никаких изменений, как был упор на набор двух очков, так он и остался, что, конечно, существенно добавляет трудности команде, но не делает ее при этом какой-то слишком уязвимой. Ради примера, вот просто посмотрите на того же Хардена. Его коронка — это, по большей части, не дальние броски, а броски с линии, которые он реализует с невероятно высоким процентом. Так вот, у Поповича вся команда, такие как Харден, все умеют бросать со штрафной. Командные 82% с лишним — это лучший показатель за последние 8 лет. Поэтому прямо сейчас мы можем сказать только одно, что Грег Попович, еще недавно высмеянный всеми фанатами трехочкового баскетбола, по факту сейчас им всем заткнул рты, показав, что он как мастер способен справиться с современными реалиями, и без этого, за что ему можно только поаблодировать и пожелать огромной удачи в плей-офф. Ну и раз уж мы с вами начали говорить о статистике, то я предлагаю перейти к центральному матчу недели, что проходил между, само собой, Бруклином и Сакраментом. Признаюсь честно, я не понимаю, но каким-то странным образом короли для меня стали второй командой после Бостона. Начиная где-то с половины сезона, я слежу за ними с огромным удовольствием, а в те моменты, к примеру, когда они играют против тех же Кельтов, я уже не отношусь к ним как к каким-то злобным соперникам. В общем, матч против Бруклина я ждал по одной простой причине. Nets сейчас по части разговоров о них находится примерно на том же уровне, по количеству звезд и глубине состава тоже примерно на том же уровне, по части игры до последнего туда же. И я, наверное, даже скажу больше. Мне кажется, что такие коллективы, как Kings, Clippers и Nets на данный момент времени являются самыми неудобными соперниками для элитных и топовых команд, где в ростере как минимум присутствуют стандарты звезды и пары окружающих его ролевиков. У всех этих трех команд подобные образовались же по ходу этого сезона, что может только восхищать. Так или иначе, вы, наверное, уже поняли, что топил я за королей. И, черт возьми, как же круто они держались почти всю игру. Супербыстрый Фокс, который в очередной раз рассекал своими забегами поляну и раздавал как никогда. Бегли, который уверенно в этой игре забивал практически все на 100%. Ужаленный Бьелица, который вообще, походу, не знает такого слова, как тормоз. Посмотрите, как он бегает. Он вообще не перестает этого делать. Плюс, как вы понимаете, весь этот стандартно взвинченный темп и игра на перемещениях вновь давал результаты. Плюс 25 к началу четвертой четверти. И вот, когда Бруклин смотрелся максимально уничтоженным, парень по имени Данжело Рассел вдруг решает вспомнить, зачем ему вообще стоит брать мяч в руки. И, собственно, начинает свою триумфальную феерию. Проход за проходом, дальний за дальним, причем через руки. Да что там говорить, даже игра один в один и то была на уровне. Его в прямом смысле в этот вечер невозможно было остановить. Ни защитой в одного, ни двойными опеками. Вообще никак. Во что все это по итогу вылилось? В поплывший командный дух Кингс, фактически единоличный камбэк с минус 25 и в очень крутой и трудовой победный бросок холится Джефферсона. Главным героем этой битвы, само собой, становится Рассел, собравший 44 очка плюс 4 подбора дна от сосистов, что, естественно, не может не радовать. На мой взгляд, получился фантастический матч. Ну а королям же после все этого посоветовать можно только одно. Не расслабляться раньше времени. Продолжая тему Бруклина, затронем еще и Элей, который официально после этой встречи потеряли все шансы на выход в плей-офф. Вот знаете, я когда только включил трансляцию этого матча, в принципе, представлял, что он должен стать, наверное, финальной точкой. Ибо после такого невозможного камбэка, да еще и теперь свернувшемся Динуиде, шансов у Элей просто, ну, никаких. Но на деле же все оказалось далеко не так плохо. Элей играли, бежали в нападение, типично шмаляли неподготовленные и неуверенные дальники и боролись. Да даже по процентам с реализацией нельзя было сказать, что Нец прямо уж так превосходил силы короля и компании. Но за 26 секунд до конца Джеймс берет мяч, идет спасать команду, подскальзывается в стиле Брауна и отдает концовку. И вы наверняка знаете, что произошло позже. Инфа-говновзрыв, в котором в какой раз Брону вспомнили абсолютно все. Начиная от режима плей-офф, который сейчас перешел в режим не беспокоить и ожидания до следующего сезона, до пресловутого наследия и прочей фигни. Короче, равнодушных этому фиаско не осталось. Все выплескивали мысли, эмоции, чаще всего они были похожи на что-то вроде деду пора на покой, он, никто и звать его никак. И, ага, смотрите на Леброна, он ничего не смог сделать в одиночку. Хотя, что я вам рассказываю, вы и так наверняка в курсе всего того, что там происходило. От себя же повторюсь, что я не совсем разделяю эту позицию. Леброна, безусловно, есть за что словесно и опускать, и принижать, и посмеяться есть над чем. Но делать это нужно по фактам, а не за падение, от которого, ну, никто не застрахован. Со всеми бывает. Да и что бы он мог изменить, если бы не рухнул? На самом деле, не особо понятно. И мне вот прямо сейчас очень интересно ваше мнение. Вот что вы можете сказать по Леброну, подводя по факту итог сезона? Напишите об этом в комментариях, только честно и постарайтесь аргументированно. Вы мне под прошлым новостным буквально засыпали комменты вопросами, где сперс и где, соответственно, Бостон. Так вот, сегодня кельты есть, а рассказать мне особо о них нечего. Матч против Денвера был хорошим только по части трибюта Айзеи, игре до старта четвертой четверти и набору очков от Кайри. Матч против Филы, где имбит дал с локтя Смарта, тот в отфитку впихнуло в сторону стратосферы, я и вовсе упоминать не хочу. Шарлотт туда же. И во всех этих играх причины поражения, на мой взгляд, одна. Защита. Несмотря на то, что кельты по дефритингу продолжают находиться в топ-5 лиге, они же умудряются проваливать дефенс в самых ответственных моментах, не доигрывая против того же Кембы, что один умудряется выдрать концовку, не прыгая на подборах, не защищая переднюю линию. В общем, от слабой третьей четверти мы теперь переехали к более опасной схеме слабая четвертая, что не может, само собой, не расстраивать. Однако, Бостон все еще так же по-любому в плей-офф, а я считаю, это будет наше время. И верю в команду. Кстати, по части Бостона и Кайри Ирвинга прямо сейчас на нашем сайте topbasketteam.ru можете почитать дополнительный материал по его истории. Поверьте, там есть на что посмотреть и есть что подчеркнуть для себя нового, поэтому переходите по ссылке в описании. Заходите на сайт, читайте, также пользуйтесь бесплатными программами для тренировок. Они созданы исключительно для вас и ради вас. Пишите в комментах, за кого вы топите в лиге и попадает ли ваша команда в плей-офф. Ставьте большие пальцы вверх, если выпуск вам понравился. Услышимся в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok